Классическая лимфома Ходжкина. Рецидив, проблема лечения рецидива и резистентности. Это очень объемная тема и сегодня мы сможем остановиться только на основных проблемах этой ситуации. Лимфома Ходжкина – злокачественная опухоль, но начиная с середины прошлого века успехи лечения этого заболевания были настолько ярким, воодушевляющим фактором в лечении вообще всех злокачественных опухолей для терапевтов-онкологов, что сегодня, когда в развитых странах большинство этих пациентов излечивается, стало бытовать мнение, что это пустяковое заболевание и это ложное ощущение беспечности часто внушается пациентам. Но существует проблема, и вот сегодня мы поговорим о ней. Несколько слов об эпидемиологии. Это редкая злокачественная опухоль в мире. Количество случаев составляет всего полпроцента от всех новообразований. 11% – это доля от всех злокачественных лимфом. Вот заболеваемость меньше трех человек на 100 тысяч населения на планете, летальность 0,4 на 100 тысяч, невысокая относительно. Это иллюстрация того, как ситуация не очень приглядно выглядит у нас по сравнению с европейским континентом вообще. Зеленый цвет слева – это заболеваемость. Он свидетельствует о том, что мы находимся по этому показателю внизу. Красный цвет справа – летальность. Мы опережаем практически все страны Европы. Но, скорее всего, это не биология лимфома Хочкина среди нашей популяции, а, скорее всего, это характеристика качества помощи этим пациентам у нас. Это иллюстрация того же тезиса. Здесь видно, что заболеваемость мы внизу, и летальность мы пропустили вперед только Украину, Беларусь и Грецию. Если провести несложный расчет, то, исходя из известной заболеваемости, в нашей стране ежегодно должно быть 3000 первичных пациентов с классической лимфомой Хочкина. Известно, что в 10% случаев сегодня лимфома Хочкина оказывается первично резистентной. Известно, что рецидивы среди этих пациентов, не первично резистентных, а вообще среди всех пациентов с лимфомой Хочкина, случаются в 20-30% случаев. Опять же, несложный расчет позволяет обнаружить, что в нашей стране ежегодно первично резистентных и пациентов с рецидивами этого заболевания должно быть больше 1000 человек. Ну, ориентировочно 1300 человек, как минимум. Несколько слов о терминах. Резистентность, собственно, как определяется? Отсутствие эффекта начальной терапии или прогрессирования во время начальной терапии. И в течение 90-60 дней, по данным разных авторов, после завершения начальной терапии. Рецидив. Это появление признаков заболевания после уже достигнутой в результате начальной терапии ремиссии. Важно отметить, что обязательно рецидив должен быть установлен с помощью гистологического анализа. То есть, повторная биопсия в случае рецидива – это обязательно. И повторное обследование в случае рецидива лимфомы Ходжкина должно быть в объеме в соответствующем стадировании при обнаружении первичного случая. Сразу о проблемах, которые приводят к тому, что ситуация у нас выглядит не так, как во многих других странах. Первая проблема возникает на этапе первичного обследования пациента с лимфомой на этапе стадирования. Вот три основных краеугольных компонента определения стадии заболевания. И количеством этих компонентов и качеством этих компонентов у нас часто пренебрегают. Компьютерная томография может быть выполнена только одной области или не выполнена вообще. ПЭТ-КТ – это дефицитное исследование, дорогое и редко где выполняется первичным пациентом. А если выполняется, то тогда не выполняется компьютерная томография. Почему компьютерная томография и ПЭТ-Компьютерная томография с глюкозой должны выполняться одновременно? Это связано с тем, что, как правило, у нас комплект ПЭТ и компьютерный томограф включают в себя не очень хороший компьютерный томограф. И компьютерный томограф, который не позволяет проводить исследования со внутривенным контрастированием. Поэтому для нас приходится эти два исследования иметь в виду как оба обязательных. Ну и биопсия костного мозга – это беда практически повсеместная. Редко каким пациентам первичным вообще выполняется это исследование. Планирование лечения. Ну такое понятие, оно для нас часто, к сожалению, очень абстрактный вид имеет. Хотя это очень важная вещь. То есть план лечения, который включает в себя сразу все возможные варианты развития событий, это важнейшая вещь в определении судьбы пациента. Важно это и стадирование ПНРБР, важно это и учет очень большого количества важных дополнительных прогностических факторов. То есть даже среди начальных стадий имфомы можно выделить случаи с неблагоприятным прогнозом. И эти пациенты должны наблюдаться отдельно. Ну и еще несколько слов о ПЭТ-сканировании с глюкозой. Сегодня это исследование становится… Ну и мы иногда пытаемся заменить вообще все. Но при этом, во-первых, это далеко не так. Во-вторых, этим инструментом нужно пользоваться очень аккуратно. Во-первых, у нас в принципе беда, когда врач не видит сам ни изображение, ни размер опухоли, пользуется только текстовыми файлами, читает только заключение. И тем более, когда речь идет о ПЭТ, нередко все, что врач знает о том, что происходит, это то, что в заключении написано, что обнаружено ПЭТ-позитивное новое образование. Ну, во-первых, этого совершенно недостаточно. Во-вторых, даже тогда, когда мы видим активность, обнаруженную с помощью ПЭТ в физических единицах, это тоже недостаточно. Вот существует уже много лет специальная шкала для выражения результата активности ПЭТ. Очень простая. Этой шкалой может пользоваться любой врач, нерентгенолог. Причем это он может сделать самостоятельно, увидев изображение сканирования пациента. Оценка ответа на лечение. Тоже часто очень неаккуратно мы к этому относимся. Вот рекомендации сегодня НССН. Это трехмесячный интервал после завершения терапии. И давно существующие рекомендации, каким образом применять ПЭТ-сканирование для того, чтобы подтвердить полноту ремиссии. То есть это важно. Интервал после завершения лечения должен быть выдержан. 6-8 недель после химиотерапии, 8-12 недель, если пациент получал консолидирующую лучевую терапию. Наблюдение после достижения полной ремиссии. Здесь тоже часто есть много беспорядка. В течение пяти лет рекомендается активно наблюдать пациента, при этом не перегружать наблюдение сложными методами. Компьютерная томография сегодня рекомендуется всего лишь на протяжении первого года. ПЭТ вообще не рекомендуется. Это только для подтверждения полноты ремиссии. Если пациент получал терапию с активностью опухолевых очагов, 4-5 баллов подавили. Ну а после пяти лет, после окончания начальной терапии, наблюдение в принципе не требуется. Наблюдение специалиста. Давайте теперь поговорим, собственно, о том, что такое лечение резистентности, лечения рецидива лимфома Ходжкина. И что такое, собственно, сегодня вторая линия терапии. То есть неуспех первой линии терапии. Сегодня существует абсолютно согласованное общее мнение всех специалистов, что единственная безальтернативная терапия резистентности рецидива лимфома Ходжкина это высокодозная химиотерапия с трансплантацией аутологичных демопоэтических стволовых клеток пациента. Но она, эта терапия состоит немного сложнее, кроме своего названия. Это двухэтапная терапия. Первая – это, собственно, редуктивная, останавливающая и редуктивная терапия. В первую очередь используется платина, содержащая режимы химиотерапии. Есть им альтернатива, но все-таки они, вот здесь собраны все основные редуктивные курсы для создания условий для высокодозной терапии. И все-таки платина, содержащие курсы химиотерапии, имеют преимущество. Вот более подробная иллюстрация того, как устроена высокодозная химиотерапия с трансплантацией аутологичных стволовых кровотворных клеток. Как правило, это два курса редуктивной терапии, между которыми удобно и правильно произвести мобилизацию террористической крови и собрать стволовые клетки для последующей трансплантации. Рекомендуется, чтобы эта терапия составляла не больше 6-8 недель. И без промедлений, собственно, курс высокодозной химиотерапии, BIM, это набор из четырех средств, мелфолан, кармустин, этапозит и цитерабин. И сразу после курса возврат клеток. Смысл трансплантации клеток – это сохранение кровотворения, это защита костного мозга от токсичности высокодозной химиотерапии. Собственно, терапевтический эффект – это химиотерапия. И часто это тоже путают. Лучевая терапия. Лимфома Ходжкина, вся история лимфомы Ходжкина – это история того, как эффективна лучевая терапия как противоопухолевое средство. Сегодня лучевая терапия при лимфоме Ходжкина используется гораздо в меньшей степени, чем еще в конце прошлого века. При лечении рецидивов место лучевой терапии остается, но гораздо более скромное, чем и химиотерапия. Или это только в случае, если рецидив локальный. Ну и это показано уже тогда, когда собраны клетки, потому что это фактор, который очень сильно влияет на результат сбора клеток. Это два исследования, вот одно из них 1993 года и второе – 2002 года, наиболее цитируемых, которые обнаружили то, что высокодозная терапия, когда она включена во второй линии терапии, безусловно, имеет преимущество по сравнению со всеми остальными вариантами спасения пациента. Это современные показания Европейской ассоциации трансплантологов костного мозга, показания к трансплантации костного мозга при лимфоме Ходжкина. Вот здесь в случае рецидива мы видим, что аутотрансплантация – это стандарт резистентности, но это клиническая опция, которая имеет преимущество при рассмотрении любой другой альтернативной терапии. Что влияет на эффективность высокодозной терапии в случае рецидива или рефракторной лимфомы Ходжкина? К лучевой терапии. К лучевой терапии сегодня предъявляется требование, чтобы она была минимальной, потому что это один из основных факторов, влияющий на возможный в будущем сбор клеток у пациента для трансплантации. Беспечные отношения, когда облучают так называемыми этажами, или как облучают, когда еще только была заря, применение лучевой терапии при лимфоме Ходжкина полями, мантийными, это сегодня приводит к тому, что у пациента исчезает шанс на продолжение терапии в случае неуспеха начального лечения. В случае первичной резистентности важный фактор – это отсутствие какого бы то ни было эффекта от начальной терапии. Тогда и высокодозная терапия вряд ли помогает. В случае рецидива очень серьезная проблема – это существенная предварительная предвлеченность, то есть то, что у нас происходит обыкновенно. Это тиражирование многочисленных курсов химиотерапии, которые пытаются применить в отношении пациента, не имея возможности поступить вот таким образом, как мы с вами сегодня обсуждаем. Факторы прогноза эффективности биологические. Ну вот видно, что ранний рецидив – это отдельная проблема. Химиочувствительность. Химиочувствительность – это тоже иллюстрация того, как химиочувствительность, которая сохраняется в опухоле, влияет на прогнозы пациента, которому планируется высокодозная терапия. ПЭТ-статус – аккуратное обследование пациента. И если это не путаница, то мы видим, что ПЭТ-негативный статус имеет явные преимущества тогда, когда мы обсуждаем пациента, которому планируется высокодозную терапию. Вот пугающая сложная схема, но на самом деле это не какой-то сложный план. То, как сегодня строится алгоритм принятия решения пациенту с лимфомой Ходжкина в случае резистентности или рецидива заболевания. То есть платина, содержащая химиотерапию, если она химиочувствительна, то этому пациенту необходимо немедленно консолидация достигнутого эффекта курсом БИМ и для сохранения кроветворения, трансплантации собственных клеток. Что происходит с пациентом, если высокодозная терапия не помогла? Да, высокодозная терапия, к сожалению, не залог, и это только вероятность. Вероятность высокая. 10-летняя выживаемость составляет больше 50% на сегодняшний день, но в случае, если успеха нет, ситуация очень скверная. Вот мы видим выживаемость у пациентов, которым высокодозная терапия не помогла. Рецидив после аутотрансплантации, то есть после высокодозной терапии с аутотрансплантацией, костного мозга, клеток, это тоже плохой прогноз. Какие существуют на сегодняшний день возможности помочь пациенту, если высокодозная терапия оказалась безуспешна? Самые эффективные средства и те, которые уже сегодня стали доступны, Балентоксимаб, это новый препарат, я сейчас на нем немного остановлюсь, и с этими пациентами должна обсуждаться трансплантация уже донорского костного мозга. Остальные средства либо не настолько эффективны, либо еще совершенно недоступны. Новый химиопрепарат с изощренным механизмом действия, это противоопухолевое средство, соединенное с искусственным антителом, направленным против молекулы CD30, которая находится на мембране клеток лимфомы Ходжкина. И смысл этого в том, что доставка осуществляется внутрь этой клетки. Сегодня этот препарат в большинстве стран мира уже зарегистрировано, имеет уже многолетний, не многолетний, но несколько лет опыт применения. В нашей стране было ожидание, что в этом месяце этот препарат тоже будет зарегистрирован. Проблема только в том, что доступен он станет, конечно, еще не скоро. Это и чрезвычайно дорогое средство, и вряд ли оно уже появится даже после регистрации. Вот каким образом сегодня бринтоксимаб пытаются применять. Его место в плане лечения еще сегодня очень нечеткое, но многие проблемы с ним успешно решаются. Это и поддерживающая терапия после аутотрансплантации, такое показание уже существует официально. Это и резистентный первый рецидив, это и рецидив после воскодозной терапии, трансплантации собственных клеток. Это и подготовка, создание ситуации для трансплантации донорского костного мозга, поддерживающая терапию лечения после неуспеха или недостаточного успеха трансплантации донорского костного мозга. Ну и остается много вопросов, как этот препарат будет использован дальше. В частности, как долго этот эффект может быть вызван этим препаратом, как долго необходимо его применять. Новые противоопухолевые средства при гемофоме Ходжкина. Сегодня целый ряд перспективных препаратов проходят клинические испытания. Некоторые вызывают очень большой энтузиазм, но доступности их у нас практически отсутствует. Трансплантация донорского костного мозга при гемофоме Ходжкина. Вот видно, что с начала этого тысячелетия, с каждым годом количество случаев применения этого метода лечения увеличивалось, и эта ситуация сохраняется и сейчас. Иллюстрация того, как выглядит судьба пациента в зависимости от того, какова ситуация у него с донором костного мозга. Сегодня растет количество применения, так называемой гапло, трансплантации гаплоидентичного костного мозга. Но это проблема решения донора костного мозга вообще, и, может быть, это проблема решения лечения лимфомы Ходжкина у пациентов, у которых безуспешна лекарственная терапия. Показания к трансплантации донорского костного мозга Европейской ассоциации трансплантологов. При лимфомии Ходжкина, если это рецидив и нет успеха после высокодозной терапии и лекарственной терапии вообще, если есть родственный совместимый донор, это стандарт, если есть неродственный донор, это стандарт. Ну и вот гапло-трансплантация – это сегодня клиническая опция. И в завершение это попытка предложения решения проблемы в нашей стране хотя бы отчасти. У нас в отделении, у нас в институте сегодня высокодозная терапия. Это основное, на чем сосредоточена работа института, и в частности вот у нас в отделении. Я предлагаю простой способ для врачей, которые сталкиваются с проблемой с резистентностью, с рецидивами лимфомы Ходжкина у своих пациентов. Простой способ пытаться решить эту проблему. Без каких-то сложностей вы можете обратиться по телефону, по электронной почте. Единственное, что, чтобы консультация была эффективной, для этого пациента должны быть с собой гистологические препараты, томограммы желательно на электронном носителе, ну и какие-то понятные справки, какая-то понятная медицинская документация. Спасибо большое. Илья Сергеевич, спасибо большое за обстоятельный доклад. У меня буквально несколько коротких вопросов. Первое касается диагностики. Вы упомянули, что ПЭТ-КТ является факультативным методом. Все-таки кому этот метод наиболее показан, для какой вот категории больных, вот если остановиться? Нет, это не факультативный метод. Вот это сейчас метод, вокруг которого строится и диагностика, и оценка ответа на лечение. И проблема только в том, что этим методом у нас пользуются очень, ну так скажем, недостаточно аккуратно, мягко говоря. То есть, ну это проблема вообще того, как врачи пользуются этими методами, методами визуализации. Врачи не видят изображений, врачи сами не анализируют изображения. И врачи сами не пытаются применить вот эти простые шкалы, разработанные, собственно, для клинициста, для того, чтобы самостоятельно оценить результат обследования. И ПЭТ часто делается напрасно, вернее, делается напрасно часто, напрасно не вовремя, напрасно методически не совсем корректно. Это вносит часто только больше путаницы, чем помогает. Ну, например, приходят пациенты, которых направляют из, ну какие-то специалисты с результатом ПЭТ, где пишут, что да, вот результат ПЭТ – это то, что появилось ПЭТ-позитивное новое образование. Выясняется, что пациент обратился с пневмонией после несложного анализа, например. Да, или то, что у пациента ПЭТ сделан сразу после завершения химиотерапии, или сразу после завершения лучевой терапии, или сразу после какого-то вмешательства, или на фоне какой-то другой инфекции. И к этому отношение очень нестрогое. Поэтому я бы только об этом хотел сказать. ПЭТ, конечно, это важнейшая вещь в определении судьбы этих пациентов, но этим надо очень аккуратно пользоваться. То есть, понятно, что в Санкт-Петербурге, в Москве доступность ПЭТ-КТ присутствует, но все-таки в регионе для всем больным первые диагностированные лимфомы и Ходжкина этот метод показан, или все-таки какой-то определенной популяции больных, он обязателен? Абсолютно всем показан. То есть, этот метод является обязательным? Абсолютно всем показан. Да, потому что это и полнота стадирования, это и возможность потом для ясного определения, каков эффект. Без ПЭТ сегодня нет алгоритмов и нет плана терапии этого заболевания. ПЭТ с глюкозой для лимфомы и Ходжкина, ну это кровоугольный камень сейчас на всех этапах лечения пациента. И, к сожалению, ну в смысле не к сожалению, а ну да, у нас это трудно, трудно пациенту попасть на это исследование, но это проблема, да. И еще буквально вот короткий вопрос, вот кратко постарайтесь, это сложно, конечно, сформулировать, но все-таки для вот врачей регионов показания, кому конкретно больным показано выполнение висклодозной химиотерапии, я имею в виду в данном случае лимфомы Ходжкина с последующей, а вот трансплантация костного мозга. Вот если вот конкретизировать более вот четко вот. Ну, во-первых, во многих случаях об этом вспоминают тогда, когда уже опускаются руки и ничего уже не могут пациенту предложить. Вот это надо менять. Надо понять, что сегодня этот вид помощи пациенту у нас в стране все-таки доступен. Ни один наш центр оказывает такую помощь, ни один центр в Санкт-Петербурге, ни один центр в других городах, таких центров сейчас много. Надо, когда планируется лечение, сразу пациента относить в соответствующую прогностическую группу, надо аккуратно пациента обследовать первично, надо аккуратно оценивать эффект, надо аккуратно наблюдать. И помнить, что промедление, тиражирование химиотерапии, или там попытка решить проблему лучевой терапии. Или попытка, есть еще такая проблема, когда пациента где-то консультируют и предлагают в разных местах продолжать вторую линию. Ну, например, платье на содержащую химиотерапию пусть дома проводят, а потом посмотрим, какой будет эффект. Вы приезжайте, мы продолжим и посмотрим, что можно сделать. Нет, надо таких пациентов стремиться отправлять туда, вот, например, в наше отделение, чтобы мы сразу к этой проблеме подходили полно. То есть пациент сразу будет и правильно оценен, и правильно дальнейший план будет выстроен, и ему не будет назначена какая-то чрезмерная терапия, не будет потрачено вот это время лишнее. 6-8 недель. 6-8 недель от момента констатации рецидива, от момента обнаружения, что это резистентная лимфома, и пациент уже должен получить курс высокодозной терапии. 6-8 недель. Вот к этому надо стремиться и понимать, что такая возможность существует. И достаточно просто к нам за этим обратиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok